Всем здравствуйте, это Политека Онлайн, я Александр Шелест и Юрий Фёдоров с вами на связи. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Очень много вопросов в связи со сложившейся ситуацией на передовой. Мы все в ожидании готовящегося сражения за Донбасс, но всё ли настолько очевидно, как кажется, и вот эта подготовка не принесёт ли сюрпризов, как вы оцениваете позиции? Ну, что касается российской стороны, тут всё более или менее ясно концентрируется в районе Изюма и некоторых других районах концентрируются силы вооружения, военная техника, личный состав, на который готовится, насколько можно судить, из сообщений Генерального штаба Вооружённых сил Украины, из сообщений информационных агентств, и готовиться к наступлению на Славянск с тем, чтобы взять под контроль ключевой транспортно-коммуникационный узел, и таким образом, ну, не то чтобы отрезать полностью, но сильно затруднить снабжение и вообще коммуникации с группировкой Вооружённых сил Украины, которая находится в зоне операции Объединённых сил. Это всё хорошо известно, я боюсь, что я тут не скажу ничего нового. Сюрпризы, вот как мне представляется, могут возникать в результате того, что Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, командование армии, соответственно, готовятся к этому наступлению. И вот тут я не исключаю того, что украинские военные могут подготовить целый ряд сюрпризов для наступающей российской армии. Ну вот посмотрим, что может быть. Вообще, надо сказать, что украинская армия уже достигла многих успехов в борьбе с вторжением, в результате которых удалось освободить от оккупационных войск Киевскую, Черниговскую и другие районы. Ну вот тут сказать трудно. Пока мы можем говорить только о том, что, судя по всему, по вооружениям и военной технике российская сторона превосходит. Неясно, насколько именно превосходит, но превосходит всё-таки вооружённые силы Украины. А вот по боевому духу, по морально-психологическому состоянию личного состава и по уровню и качеству командования, особенно командования непосредственно на поле боя, командования подразделениями, ротами, батальонами. Вот тут Украина серьёзно превосходит российские вооружённые силы. Юрий, я когда говорил про сюрпризы и очевидность ожиданий битвы за Донбасс, наверное, где-то имел в виду неочевидный, казалось бы, для многих шаг кольцо не смыкать между, условно, гуляй полем и изюмом, а ударить по Днепру. Специалисты международные говорят, что вот такое окружение, такой манёвр, как бы проще совершить российской армии, чем пытаться идти на Славянск, Краматорск и, ну вот, скажем так, самые боеспособные части, вот действительно превращать Донбасс в такое месиво. Как вы к этому относитесь? И сразу в догонку вопрос, который, ну, проистекает из слов Путина на встрече с Лукашенко в День космонавтики, что, мол, ну, вот комментарий ситуации в Украине, что, мол, всё идёт строго по российскому плану. Ну, что касается слов Путина, о том, что всё идёт по плану, это просто очередное враньё, потому что по плану, по крайней мере, по тем документам, которые были захвачены вооружёнными силами Украины в первые, вот, на первой, в ходе первой фазы операции, ясно было, совершенно ясно следовало, что план, который был выстроен в Кремле, который был утверждён, предполагал очень быстрый захват Киева, очень быстрый захват Харькова, ряда других крупных городов и навязывание, навязывание Украины фактически присоединения или поглощения России. Вот этот план провалился. Так что говорить о том, что всё пошло по плану, и непонятно тогда, почему российские войска, долгое время находившиеся на окраинах Киева, Чернигово, Сум, были вынуждены отойти. Так что ситуация сейчас совершенно ясная. После понимания того, что вот эти задачи, поставленные Кремлём перед российской армией, недостижимы, после этого Москве пришлось пересматривать ключевые задачи той кампании, которую они ведут. Что касается наступления на Днепрово, да, такие сообщения появились, но ведь вопрос в том, что они появились, ну как бы это сказать, в средствах массовой информации. В какой мере эти сообщения соответствуют реальности, мне сказать трудно, тем более, что они появились не в российских средствах массовой информации. Я достаточно внимательно стараюсь отслеживать то, что пишет и прокремлёвская пресса, и оппозиционные источники информации. Ну вот, не совсем понятно, откуда они появились. Наверное, теоретически такой вариант возможен. Но вот оценить его военное значение мне довольно трудно. Я не уверен в том, что это приведёт к какому-то серьёзному успеху. Ну хорошо, значит, будет наступление на Днепрово. Но тогда возникает вопрос, какова цель этого наступления. Захват города, но захват крупного города – это тяжелейшая военная операция, которая требует очень крупного превосходства. Это очень длительная, очень кровопролитная операция. Ведь не случайно же российские войска отказались. И отказались не потому, что это было, но каким-то таким гуманитарным решением отказались от штурма Киева, не смогли взять Чернигов, не смогли взять Сумы. Ну а какой смысл в этом случае наступать над Днепром, мне, честно говоря, не очень понятно. Ну хорошо, они подойдут к окрестностям города, а дальше? Значит, дальше они могут завязывать в очень тяжёлой операции около города при растянутых линиях коммуникации, которые весьма уязвимы. Просто чем глубже… Ну это тоже очевидная совершенно вещь. Чем глубже наступающие силы входят вглубь страны, которые они атакуют, тем больше сил и средств необходимо выделять на охрану коммуникации, иначе эти наступающие войска обречены на поражение. А сил у России не так много, особенно если говорить о личном составе. Скажите, а вот эти сообщения о применении, ну или попытке применения химического оружия может нам говорить о первых ласточках своеобразного плана решающего сражения в зоне проведения операции объединённых сил, что пойдёт в ход всё даже не то чтобы там не совсем разрешённое, а и запрещённое? Ну, применение химического оружия, конечно, это запрещённая конвенция запрещения химического оружия. Но то, что Путин может рискнуть, и никакие международные соглашения его не остановят, это очевидно. Вопрос в другом. Дело в том, что применение химического оружия, ну на основе опыта Первой мировой войны, где оно широко применялось, и опыта ряда локальных войн свидетельствует о том, что с его помощью добиться победы на поле боя, когда сражаются регулярные армии, оно не имеет какого-то серьёзного значения. Хотя его химическое оружие относит к оружию массового поражения, но на самом деле это оружие тактическое. С его помощью можно решать некоторые тактические задачи. Но даже вот во время Ирано-Иракской войны, где-то 50 лет тому назад, иракцы применяли на поле боя химическое оружие, оно им практически не помогло. Другой вопрос, другой вопрос, что химическое оружие используется, и используется довольно эффективно, но, по крайней мере, использовалось довольно эффективно в борьбе в контрпартизанских войнах. Это факт. И, кроме того, использовалось тем же Ираком для уничтожения мирного населения курдских районов. Такой эпизод был во время правления Саддама Хусейна, когда химическим оружием было убито нескольких десятков тысяч курдов, которые восставших против этого режима и сопротивлявшихся. Но это были мирные, мирно гражданское население, потому что гражданское население не имеет защиты, и когда вот это химические боеприпасы применяются против населенного пункта, да, они убивают. Но для использования против вооруженных сил, против солдат на поле боя, смысла в этом особого нет. Теперь, что касается вот этого случая в Мариуполе, но тут не совсем ясно, какое именно отравляющее вещество было использовано. И тут, опять же, если говорить, отвлечься от гуманитарных всех соображений, от того, что это совершенно бесчеловечный способ ведения войны, и, кстати говоря, уголовно наказуемый, даже по российскому уголовному законодательству, тут понятно. Дело в том, что отравляющие вещества, ну, это либо, ну, они обычно в газообразную форму трансформируются, и довольно легко проникают в разного рода укрытия, где находятся обороняющиеся части, обороняющиеся, ну, личный состав обороняющихся частей. Ведь могут проникать вось разного рода щели, отверстия, бойницы и так далее и тому подобное. Да, вот тут в этом случае использование химоружия понятно. Понятно, ну, по крайней мере, с военной точки зрения. Но то, что использовалось в Мариуполе, тут не совсем понятно, было ли это боевое отравляющее вещество, или это отравляющее вещество, предназначенное для борьбы с демонстрациями, массовыми беспорядками и так далее. С точки зрения международного права в этом есть определенная разница. Хотя понятно, что это уже произвело достаточно еще более сильное впечатление на международную общественность, на массовое сознание, на средства массовой коммуникации практически всего мира, но и особенно западных стран, европейских. И это, конечно, не в пользу Кремля. Ну, вот здесь возникает вопрос, когда мы видим видео, как немецкая техника едет по Польше в сторону границы с Украиной, как мы, ну, вот, скажем так, помним заявление Байдена о том, что как только будет применено химическое оружие, США включатся. Как вы оцениваете поставки помощь военную Украине, насколько она своевременно и может как раз-таки пригодиться в решающей битве за Донбасс? Ну, с моей точки зрения, эта помощь сильно запоздала, потому что только в последние, ну, я так понимаю, в последнюю неделю уже в Европе было принято решение, принималось решение о поставках тяжелых вооружений. И незадолго до этого в Соединенных Штатах тоже, видимо, было принято, были приняты какие-то решения о поставках не только, ну, того, что относят к легкому стрелковому оружию, но, правда, физически это не совсем легкие, шевелины это достаточно тяжелые по весу, но, тем не менее, значит, поставлялось в основном оружие оборонительного типа, значит, это средства ПВО, такие переносные зенитно-ракетные комплексы типа «Стингер» и там более эффективные британские системы и средства поражения бронетехники, джевелины там и так далее, и другие похожие, но более легкие, менее эффективные средства. Вот это да. Теперь ситуация изменилась. Сейчас принято решение и уже начались, как я понимаю, начались поставки, хотя Украина и страны-поставщики в общем стараются не информировать, держать в секрете и номенклатуру поставок, и конкретные маршруты, количество и так далее, но, видимо, что-то изменилось, и такого рода вооружение идет. Оно крайне необходимо Украине, и вопрос, конечно, в том, сумеют ли страны-поставщики доставить достаточное количество этой техники для того, чтобы сорвать вот это вот так называемое решающее наступление русских. Ну, а повторяю, это хорошо, но это запоздало сильно. Если это запоздалое решение, мы можем предположить или догадаться о том, что это не для решающей битвы за Донбасс, а, скажем так, уже для следующих аппетитов Путина и российской армии? Ну, вот тут мы подходим к очень интересному вопросу. Дело в том, что для России вот эта битва за Донбасс, которая намечается, она действительно является решающей в том смысле, что если успех достигнут не будет, то тогда это очевидно, что Россия проиграла компанию в целом, проиграла войну в целом, потому что первоначальный план, мы знаем, мы уже говорили, полная капитуляция Украины, он недостижим, он провалился. Перешли к второму плану, к плану Б. Это выход на границы, административные границы Луганской и Донецкой областей и, видимо, сохранение того, что называется сухопутный коридор в Крым. И плюс непонятно, какие аппетиты у Кремля относительно Херсонской области, значит, вот к гораздо более ограниченным целям. И если это наступление проваливается, то тогда компания в целом проиграна, и делать уже больше Россия ничего не сможет. Для Украины, как мне представляется, ситуация другая. Даже если Россия достигает успеха, то это проигрыш сражения, но не проигрыш войны. Это значит, что Украина получает, будет получать достаточно вооружения, я надеюсь, по крайней мере, на это вооружение, достаточно для того, чтобы по мере их освоения, по мере укрепления вооруженных сил, перейти в контрнаступление. Вот это, мне кажется, очень важно подчеркнуть, потому что смысл того, что вкладывается, какой смысл вкладывается в само понятие решающее сражение, он разный для России, разный для Украины. Да, Юрий, но здесь возникает тогда следующий, не менее интригующий вопрос, это о сроках всей кампании российской армии здесь на земле украинской, потому что, образно мы понимаем какие-то точки символические, 9 мая, в любом случае, в промежутке до и, возможно, после Пасхи христианской, по православной дате, то это должно быть какое-то затишье, потому что, если не будет на Пасху какого-то перемирия, и если не будет результата до 9 мая, то как-то очень странно будет выглядеть прежде всего Российская Федерация. Конечно. Тогда перед Кремлем и перед верхушкой российской, и перед Путиным лично встает вопрос объяснению российскому народу, ну и не только народу, но и, прежде всего, бюрократической номенклатуре, что, собственно, происходит. Была ли это некая специализированная или специальная военная операция, что само по себе подразумевает, что это некая краткосрочная акция, а краткосрочная уже не получилось. Значит, или это полноценная война, в которой задействовано, ну, почти, ну, как минимум, две трети, а то и больше сейчас вооруженных, ну, по крайней мере, личного состава сухопутных войск и войск ВДВ, воздушно-десантных войск, которые воюют на земле, ну, там, скажем, две трети, а то и три четверти. Это уже не специализированная военная операция, полномасштабная война, в которой успеха нет. И вот тут возникает еще вопрос, когда мы говорим о длительности, когда мы размышляем об этом, насколько длительной может быть война. Значит, вопрос в резервах. Если война приобретает длительный характер, а российская армия несет очень серьезные потери, но тогда возникает вопрос о мобилизации. Мобилизация – это очень серьезное мероприятие, серьезное и сложное в техническом плане. Нужно призвать, как минимум, там, несколько десятков тысяч военнообязанных запасов, уже имеющих военно-учетные специальности, отслуживших в армии. Их нужно призвать, направить куда-то в учебные центры, восстановить их навыки обращения с оружием, потом распределить. Это требует времени. И тут есть еще и политический вопрос. Ведь эти военнообязанные, имеющие подготовку необходимую, это люди уже достаточно зрелые, там, скажем, как минимум, 23, 24, 25 и старше. У них есть семьи, у них есть жизненные планы, есть какое-то более-менее устоявшееся положение. И идти на фронт, воевать, воевать и быть готовым умереть. Вот я не уверен, что это будет принято с таким восторгом вот этой массой населения, их семьями, и может вызвать крайне неприятные последствия для Кремля. И сразу может возникнуть даже такой вопрос, против кого они могут направить свое оружие, которое они получат. Вот эти факторы требуют, конечно, от Кремля учитывать все эти моменты. И я не берусь размышлять о том, что находится в голове у Владимира Путина, как у него складываются отношения с военным командованием, как у него складываются отношения с бюрократической номенклатурой, которая не в восторге от этой войны. Вот, по крайней мере, после того, как стало понятно, что она затягивается. В общем, перед Кремлем стоит очень много разных сложных вопросов, ответа на которые, я думаю, у них пока нет. Теперь следующая проблема, связанная с затягиванием войны – это вопрос о влиянии экономических санкций. Пока население, ну, по крайней мере, крупных городов, насколько можно судить, оно не чувствует, не осознало пока еще, насколько тяжелым может быть, могут быть последствия санкций. Для них лично пока еще есть, действует вся там мобильная связь, есть достаточно привычных продуктов и товаров в магазинах, но, тем не менее, это все скоро кончится, уже к лету или в течение лета это может закончиться. И самое главное, это даже не то, как будет настроено массовое сознание, общественное мнение в России, самое сложное это то обстоятельство, что, как говорят многие, действительно очень компетентные экономисты, разрыв технологических цепочек, разрыв исчерпания существующих, имеющихся запасов, комплектующих запасных частей, разного рода сырья необходимого для полноценной работы многих отраслей промышленности в России, ну, прежде всего, скажем, автомобильный, например, или нефтедобывающий промышленности, вот это, эти запасы исчерпываются, а поставки новых, во-первых, это уже другое качество, если говорить о том, что можно получить из Китая, если это будет получено, потому что оппозиция Китая довольно своеобразна, да, на политическом уровне они не осуждают Россию, но в экономическом плане они, судя по всему, не готовы к тому, чтобы как-то помогать России всерьез обходить те санкции, которые наложены, и вот если действительно целые отрасли промышленности в течение лета или к началу осени окажутся, будут просто, ну, рухнут, по сути дела, вот тогда возникнет очень сложный вопрос перед руководством России, а как быть, потому что это неизбежно приведет к массовому росту безработицы, к падению жизненного уровня не только за счет подорожания тех товаров, к которым привык российский потребитель, но и просто потому, что не будет денег у этого потребителя купить то, что ему хочется. Я думаю, что вот эти факторы будут подталкивать, будут подталкивать Кремль к тому, чтобы завершить, ну, по крайней мере, реактивную фазу войны где-то не далее, чем в течение месяца. Вот мне так кажется. И вот обратите внимание на вот последнее выступление Путина там на этом космодроме. Он говорил о том, что вот он говорил о том, что задача это обеспечение безопасности Донбасса, народных республик так называемых. Уже никаких слов о деноцификации, демилитаризации и прочего он не произносил, что он очень любил произносить в начале войны. И потом он вот тоже интересный момент был, он заявил, что позиция Украины как-то ужесточилась и Украина якобы отошла от того, что было представлено в Стамбуле, где-то это было в конце марта, 29 марта, и это он произносил с таким каким-то озадаченным видом. Озадачным видом. Ну и соответственно мы делаем выводы, что месяц ваш прогноз это такой удобоваримый плюс-минус вариант, когда накладывают все эти аргументы и все события. Юрий, я благодарю вас за эту беседу, я думаю, что наши подписчики оценят ее лайком, комментарием, спасибо большое за то, что мы пообщались, и спасибо вам, дорогие друзья, за то, что поддерживаете канал Политека. Мы не уделяем этому времени, но очень благодарны людям, которые находят в описании видео реквизиты, как помогать команде, которая создает канал Политека Онлайн и Политбюро, вы находите эти реквизиты, какие-то средства направляете, и поэтому вам отдельная благодарность, хоть мы не настаиваем никоим образом, но все равно видим, что взаимовыручка, взаимоподдержка это то, с чем украинцам нужно жить, и не один месяц каких-то прогнозируемых событий, а далее навсегда. Спасибо всем большое, берегите себя и до новых встреч.